Весна уже не за горами. Хочется это время года встретить в обновленном состоянии. Кто не мечтает о красивой фигуре и легкости в движении? Думаю, не ошибусь, если скажу, что почти каждый мечтает подтянуть свой силуэт. В октябре стартует массовая ЗОЖ-игра в Казахстане 3С – спорт, спорт, сушка. Это уникальная возможность не только приблизиться к фигуре своей мечты, но и получить за старание и трудолюбие подарки и бонусы. Организаторы игры отмечают, что идеальная фигура – это один из шагов к более важной цели. К выбору здорового образа жизни и культуре физических занятий. Ведь отказавшись от фастфуда и газировки однажды, просто не захочешь возвращаться к ним снова. Участникам не нужно покупать спортпитание или специальные препараты. Питаться они будут тем, что есть в холодильнике, но уже считая, что и когда было съедено. Рассчитывать на то, что будет легко и просто, не стоит. Участников ждет серьезное испытание. В течение четырех недель каждый игрок получает задание. Самые слабые покидают состязания за главные призы проекта. Самые трудолюбивые продолжают движение вперед. Авторы намерены сломать существующий стереотип о том, что тренировки – это изнурительно сложно. Это просто игра, уверены они. А у нас в гостях сегодня ведущий проекта «Спорт, спорт, сушка» Вадим Карагулин. Вадим, добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему вашему проекту дано именно такое интересное название – три «С»? Так, ну, первое «С» – это у нас означает «спорт». Все связано с спортом, люди занимаются. Второе «С» означает «спор». Я спорю с людьми на то, что они похудеют. А сушка – это третье у нас «С». Это значит, после спора они похудеют. Их конечный результат. Я знаю, что вы сейчас активно знакомите актюбинцев с проектом, запуск которого планируется вот уже совсем скоро. Как они реагируют на предложение принять участие в такой интересной игре «Три «С»?» Наши актюбинские очень интересно воспринимают это все. Активно поддерживают. Некоторые, правда, боятся немножко, что это. А так, да, они поддерживают, хотят поучаствовать. Наши актюбинские активные. Ну, то есть проект вызвал какой-то интерес, да? Да, да. Расспрашивают, вопросов много задают? Вопросы задают, да, интересуются, где и как найти. Подскажите, пожалуйста, вот у вас в руках сейчас вижу шоколад. Что это такое? Да, это у нас черный шоколад. Мы проводили акцию в Меге. Ознакомливали людей, что это, что за проект. Люди заинтересовались, посмотрели. И были маленькие такие, как соревнования. Они делали, например, 30 приседаний, и за это получали черный шоколад. Ну, черный шоколад у нас, как сказать, полезен. Одна доля шоколада до 12 дня нужно съедать, чтобы была мозговая активность. Ну, то есть во время этого проекта шоколад все-таки употреблять можно? Да, конечно, именно черный шоколад можно. Но, опять-таки, в ограниченном количестве, да? Да, конечно. Кто может принять участие в проекте? Ну, принять участие может любой дееспособный человек, достигший 18 лет и проживающий на территории Республики Казахстан. А что для этого необходимо? Для этого необходимо зайти на сайт, прочитать условия и выбрать себе нужный продукт. А нужна ли участнику какая-то специальная физическая подготовка? Физическая подготовка не нужна. Я разработал программу так, что может и начать тренироваться новичок и, конечно же, профессионал. А может быть, есть противопоказания какие-то, кому нельзя принимать участие? Ну, если человек сомневается, он может пройти реабилитацию, посмотреть у наших партнеров клиники Болинет. После этого мне пришлют анализы, и я составлю индивидуальную тренировку для клиента. А как будут проходить тренировки? Расскажите, пожалуйста. Тренировки будут проходиться. Я им буду скидывать онлайн тренировки на 5 дней в неделю. Они тренируются. Шестой день будет для них очень важный. Это будет задание на выбывание. После этого они будут присылать мне видеоотчет. А участники между собой как-то контактировать будут? Будут ли они знать, кто принимает участие? Да, конечно. У нас есть в соцсети закрытая группа, где будут все участники и смогут между друг другом общаться. Ну, и видеть результаты друг друга. Ну, результат только в конце будет. Нет, в самом конце. Да. А какое-то оборудование для тренировок понадобится или нет? Ну, оборудования нет. Ни инвентарь, ничего не нужно. Эту программу я разработал так, что человек работает со своим весом. Он может работать где угодно. Дома, на работе, на улице. А как вы будете отслеживать честность выполнения заданий? В начале проекта они скидывают фотку до, с замерами. И в конце каждой недели я присылаю им задание на вылет. После этого они присылают видеоотчет. Получается, я слежу по видео им, как они делают тренировку, все ли выполняют. Ну, и понятно, что если человек честен, то результат будет везут сразу, да? Конечно, результат будет налицо. А будет ли дан кому-то второй шанс? Продолжить только, если он со второго сезона. То есть, если в этом сезоне он выбыл, снова... Он, получается, выбывает за главный приз. Но тренироваться он продолжает. Где можно вас найти? Нас можно найти на сайте sss2017.kz Это впервые такой большой проект в Казахстане? Да, это самая массовая ЗОЖ-игра в Казахстане. Такого еще не было. Вы не рекламируете никакие БАДы, никакие лекарственные препараты, ничего. За счет чего идет похудение вообще? Похудение идет за счет правильного питания. Главное соблюдать питание и регулярные тренировки. За счет этого будет человек худеть. Никакие БАДы, ни спортивное питание, ничего при этом не понадобится ему. Вадим, спасибо вам за беседу и хочется пожелать успеха вашему проекту. Большое спасибо. Это для вас. Спасибо. Всем спорта. Спасибо. Тот, кто выбирает здоровый образ жизни, может бесконечно долго перечислять преимущества сделанного выбора. Для них на самом деле тренировка – это не сложно и не тяжело. Хочется всем пожелать быть здоровыми и сильными. Это «Город сегодня» и я, Динара Жаналина. Пишите нам в социальных сетях и на сайт rikotv.kz. Редактор субтитров А.Семкин